Книга «Открытым оком». Тема объединения, том 17, вопрос 3163. Если посмотреть без предвзятости на действия патриархийных, что они желают спасти остатки РПЦЗ, тогда, может быть, и результат будет виден иной в конце. «Добро получится, а не зло», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отец Аким только что вернулся из Сан-Франциско, где был делегатом с Яковлевым Виктором Андреевичем, врачом краевой больницы. Мы проигрывали все возможные результаты, и однако ни одного положительного из сегодняшнего объединения не выходит при любом раскладе. Везде смерть, позорная гибель РПЦЗ. Сегодняшнее немедленное объединение – безумное самоубийство. И вот какая история, притча произошла сразу же. Разговаривали мы 9 июня. Я держу голубей уже 60 лет. Люблю эту бестолковую и глупую тварь. Осия 7.11 Сегодня соединяться с бывшими и настоящими сотрудниками КГБ – это похлеще, чем звать на помощь себе президента из Египта греха и Ассирии безбожных архиереев. Но еще глупее глупых их дети, народившиеся, наплодившиеся и жаждущие вылететь из гнезда. Наступает ночь, а лохмоногий и пустоголовый сидит на крыше и не может попасть в леток. Если бы он так и сидел на недосягаемой для кошек высоте, за надежными барьерами за границы, он бы так и дожил до рассвета. Но этот младенец копошится и слетает на карниз, на котором постоянно гуляют кошки. Ночью же его могла снять с крыши сова, а на земле десятки кошек. Две мои попытки поймать голубенка так ни к чему и не привели. Он каждый раз снова взлетал на конек крыши и на сетку, обрамляющую вход в голубятню. Сетка нависает, выдвинута далеко вперед над летком. На улице заедает комар. Но уже в сумерках, призвав на помощь брата Игоря Дыбунова, начинаем делать большой сачок, чтобы залезть на крышу и поймать его и посадить к летку. Когда все было готово, подготовительный комитет истратился, уже стемнело. Вот тут мы и допустили роковую ошибку. Виноват-то я один, я же голубятник и хорошо, зная погладки голубей, предполагал и вслух говорил, что один вот такой вариант поймать и соединить с другими. Хотя могу испугать и тем, будет несоединимое вовеки разъединение. В небе грудились грозовые тучи. Если бы был дождь, то голубенка захлещет дождем, но неизвестно, будет ли до рассвета дождь. Лезу почти в темноте на верхотуру, карабкаюсь в валенках при 30-ти градусной жаре по коньку, но голубенок, только что побывавший под лапой кошки, взлетает и кругами носится вокруг дома. Голуби в темноте незрячие, и он за границей нашей усадьбы приземляется на землю, и, конечно же, тут же, видимо, становится добычей кошек. Хотя мы о нем и помолились, и утром рано я с карниза пытался рассмотреть, где же он, все напрасно. Так что же нужно было делать? Пожертвовать ночь, сидеть с длинным прутом и отгонять с карниза кошек, дождаться рассвета, выгнать из голубятни стаю, и он бы к ней пристал, к своим природным староверам. В этой маленькой истории я увидеть смог сегодняшнее состояние переговоров РПЦЗ-СМП. К слову сказать, на следующий день, то есть 10 июня 2006 года, день моего ангела-хранителя Игнатия, епископа Ростовского Чудотворца, и день моего рождения, мне уже 67 лет. При лучшем раскладе мне еще осталось три года. Но это уж в деснице у Всевышнего Иеговы. Не надо загонять во тьме невежества и дезинформации глупых голубят. Нужно их охранять, воспитывать живой проповедью Евангелия и ждать рассвета, полного обращения, когда легче увидеть кровожадных котов, рисоносных, и их вожделение на насилие. Объединяться сегодня не с кем. Объединяться нужно только со Христом. И когда все будут со Христом по Библии, тогда и будут едины. Не под руководством чекиста-патриарха, а за столом у щедрого Иисуса. Распугать голубят можно. Они станут добычей греков, иных сект католиков. Охранять, кормить, поить, учить, осваивать небо, чтобы знали свой дом небесный, свою голубятню. Не верь врагу твоему вовек, ибо как ржавеет меч, так и злоба его. Хотя бы он и смирился, и ходил согнувшись, будь внимателен душою твоей, и остерегайся его, и будешь пред ним, как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины. Не ставь его подле себя, чтобы он, не зринув тебя, не стал на твое место. Не сажай его на правую сторону себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться твоего седалища, и ты, наконец, поймешь слова мои, и со скорбью вспомнишь о наставлениях моих. Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей и обо всех приближающихся к диким зверям, так и о сближающемся с грешником и порабощающимся грехам его. На время он останется с тобою, но если ты поколеблешься, он не устоит. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляют вернуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Если встретится с тобою несчастье, ты найдешь его там прежде себя, и он, как будто желая помочь, подставит тебе ногу, будет кивать головою и хлопать руками, многое будет шептать и изменит лицо свое. 2 Коринфянам 11.14 И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Пересыхает пыльная земля, Засохшим колоскам ломает стебли, И ни помочь, ни вызволить нельзя, С бедою той и все мои соседи. Как перегнать небесные дожди На грозовые тучи, замахнувшись, Ты от природы милости не жди, О том Мичурин прожужжал нам уши. Нет тех садов, засохших в атеизме, И сад вишневый чеховский под корень, Справляются дни окаянной тризны, О том и мумия кремлевская не спросит. Нам крестный ход по кладбищам полей Советуют старушки совершить. Дождь благодати жаждущим и злей Вопят в окривии засохшие корешки. Где облака свидетелей христовых, Несущихся с великим благовестием. Воды, воды из подземелий стонут. Так как же можно усидеть на месте Пространство пустырей поповской лени, Стояний литургии вековых? Из них и выпарился бесноватый Ленин, Из гробниц повыбросил святых. Век двадцать первый. На пределе нервы вот-вот взорвется, Вспыхнет мировая. Фигуры восковые снова станут жертвой, Шар облечется ризою кровавой. Рекою проповедь на жаждущих пролить, На путешествия истратиться достойно, И обновиться не иконный лик, А о рожденных свыше к месту вспомнить, Кто со Христом уже объединен На заповедях данных Иеговой. Вести себя начнут, как ясным днем, Тьму разделения лапзанием разгоним. 10 июня 2006 год. Игнатий Лавкин.